Здравствуйте! Огонь это не шутка, он может напугать, навредить и даже убить. Не хочется думать о грустном и страшном перед праздниками, но именно это рекомендуют сделать пожарные. Прислушайтесь к советам специалистов. В нашей студии заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Самарской области Евгений Пахомов. Евгений Юрьевич, здравствуйте! Здравствуйте! Год от года повторяются эти ситуации, связанные с огнем, с пожарами и так далее. Скажите, каких по статистике больше? С чем они связаны чаще всего? С пожарами в домах, с фейерверками или еще с чем-то? Ну, если рассматривать количество пожаров, которые на сегодняшний момент по статистике происходят в жилом секторе, это мы берем на квартирные жилые дома, частные, на дворные постройки, то процент от общего количества пожаров у них составляет порядка 25%. Если же говорить о причинении, скажем так, людям гибели либо травмирования на этих пожарах, то на этих пожарах погибает до 90% как раз погибших и 61% примерно травмированных людей. То есть, несмотря на малое количество именно пожаров, именно вот они в взрывных домах связаны с риском угрозы жизни и здоровья людей. А если мы возьмем места массовых гуляний, то там возникают какие-то ситуации опасные? Или это, в принципе, все под контролем и намного реже случается? Ну, места массового пребывания людей, если это тем более федеральные какие-то праздники такие, они всегда находятся под контролем соответствующих структур, и там, соответственно, вот этих вот нюансов гораздо меньше. Сейчас время корпоративов, многие предприятия отмечают празднование Нового года и в ресторанах, и даже на предприятиях, может быть. Кто в результате несет ответственность за безопасность пожарную в том числе на таком вот собрании людей праздничном? В соответствии с законодательством на таких мероприятиях ведет его организатор. То есть организатор должен заранее предусмотреть все необходимые меры. То есть у него должно быть проверено лицо, либо он сам, либо лицо, которое он назначил, ответственно, за вопрос пожарной безопасности, проверить все необходимые моменты с этим связаны. Это и в соответствии с работоспособностью сигнализации оповещения или пожаротушения, чем здание в зависимости от требований оснащается. Это и состояние пути эвакуации, их, скажем так, легкооткрываемость из запоров изнутри без ключа. Если это связано сейчас с елками, то это требования, предъявляемые к установке и ее, скажем так, разукрашиванию этой елки. Как она вот наряжается, какими материалами, какими изделиями. Вот это проверяется. То есть это не специалист по технике безопасности. Допустим, если сотрудники предприятия идут в кафе, то ответственный, это организатор в кафе уже получается, где место, где место празднования. Да, однозначно. Не организация вот эта, которая идет. Да, да. Потому что вы приходите на объект, вы не знакомы с местными нюансами, особенностями, да. Вот, соответственно, здесь ответственность полностью лежит на собственнике данного имущества, либо на организаторах этого мероприятия. Вот, поэтому, вот как раз, вы же не придя в кафе не скажете, а почему у меня вот дверь закрыта, да. Это как раз обязанность эвакуационного выхода. Это как раз обязанность и как раз собственника этого имущества. Даже вот последними требованиями, которые внесены были в правила противопожарного режима, да, вот даже вот такое культурное мероприятие, как в кинозалах, если мы проходим в кинозал, сейчас перед началом сеанса, в обязательном порядке должно быть оповещение зрителей об местах нахождения эвакуационных выходов. Где эвакуироваться, как, что, как будет звучать сигнал. Это уже прописано в требованиях. Перед сеансом это будет. Да, это обязательное требование. Да, вот последний раз была, не слышала такого. Когда последний раз была? Ну, сейчас скажу, где-то полтора месяца назад известный кинотеатр, ну, сейчас пока не буду, но такого предупреждения не было. Это с какого времени уже принято? Это вот недавно вышли изменения в правилах противопожарного режима, последние, как ройка, раз, так и все. Ну, значит, наверное, чуть раньше я была, до этих изменений. Ну, я ходил, уже объявляю. Уже звучало, ну, увидели, наверное, представителей МЧС. Нет, ну, мы не только, нет. Мы как раз недавно проводили правоприменительную практику, и на которую приглашали руководителей торговых центров, которые имеют у нас в том числе и кинозалы, на которых как раз эти вопросы были озвучены. Что необходимо перед началом сеанса информировать зрителей об наличии и местах расположения эвакуационных выходов в случае сечественных ситуаций. А управление МЧС, сотрудники, работники проводят какие-то рейды перед такими массовыми праздниками, гуляниями и довольно длинными каникулами, где будут празднования тоже? Да, ну, нашим управлением разрабатывается график рейдов. Мы будем работать, скажем так, все вот эти вот праздники. У нас будут вот такие рейдовые осмотры мест, связанных с празднеством, мест, связанных с наличием водоисточников, мест, где возможно, разведение костров. Вот, а также мы проводили проверки на объектах, на которых будут массовые, скажем так, празднества детей, где именно дети будут в массовом количестве. Соответственно, вот, а также детей, которые у нас с Самарской области уезжали и сегодня благополучно вернулись с Кремлевской елки. То есть мест задействованных вот в этом мероприятии тоже попадали у нас под именно даже не рейдовые, а под внеплановые проверки. Когда речь идет о безопасности детей, здесь, наверное, существует своя специфика тоже? Или это общие какие-то требования? Или что-то? Да, есть определенные нюансы, связанные именно вот с детьми. Мы понимаем, что, по сути дела, тот, кто организует вот эти вот мероприятия, да, он должен понимать об уровне, скажем так, кто приходит, возраст этих детишек, потому что детишки ведут себя несколько иначе, чем взрослые. Ими нужно уметь управлять, да. Вот. Не у каждого это получается. И здесь очень важны вот эти вот навыки. Поэтому, если мы пришли на, например, мероприятие какое-то, ну, наверное, мы сами можем посмотреть, подойти к плану эвакуации, посмотреть, где же, например, запасные эвакуационные выходы. Не тот основной, по которому мы пришли, мы его визуально наблюдаем, он перед нами, вот он есть. А где же еще выходы? Потому что, ну, у нас, опять-таки, не менее двух, да, не менее, но это не означает, что два. Может быть, по требованиям, например, для торговых центров это и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, да, в зависимости от количества людей. Поэтому взрослый человек это может сделать. Ребенок этого пока не понимает, да, поэтому здесь ответственность, конечно, на том взрослом человеке, который эту группу привел, кто это организовывает, для того, чтобы их своевременно вот направить и эвакуировать. Даже, например, ну, для детишек, вот, для детского сада, да, у них, например, по требованию пожарной безопасности должны быть два варианта их эвакуации, да, в случае, ну, чуть-чуть ситуации. Два варианта. Не, ну, один вариант предусматривается в обычной, когда на улице у нас теплая погода, а второй вариант – это когда зима, да, то есть у них должно быть, куда же они пойдут, в какое ближайшее здание заведения, которое имеет, скажем так, тепловой режим теплый для того, чтобы просто, ну, детки не заморозились на улице. Поэтому здесь вот два варианта сбора в зависимости от времени года. Да, ну, в этом, да, есть определенная специфика. Фейерверки – это не столько уже стало таким ярким и праздничным явлением, сколько еще и опасным, и даже я сказала, что какое-то определенное зло, да, в нашей жизни, потому что очень много людей травмируется, и случаи бывают, ну, просто удивительно. Такие травмы получают. Вот количество таких случаев при всей информации, профилактической работе, оно уменьшается со временем, из года в год, или нет все-таки? Давайте вот приведем статистику просто, ну, последних, там, пяти лет, да, в 2014 году был это один случай, вот, в 2015 году один случай был 8 января, вещи на человеке горели. В 2016 году таких случаев зарегистрировано не было, в 2017 году не было, в 2018 году один случай был 28 января, в 2019 году это три случая. Они были в мае и в сентябре. Это одежда на человеке, значит, горение мусора на открытой территории и баня. Но тут-фу-фу-фу, в новогодних праздниках пока вот в этом ничего не было. Да, но это, наверное, все-таки федеральные средства массовой информации, потому что вот нет-нет, да и поступают сообщения. И все-таки, я думаю, что есть смысл напомнить о том, как выбирать, где покупать вот эти фейерверки и так далее, и как их правильно использовать, может быть. Потому что, вы знаете, что заметил, что даже вот не только в новогодние праздники, а у кого-то день рождения, юбилей, люди выходят, и несмотря там на можно-нельзя, именно в этом месте они начинают запускать, причем даже вот ближе к ночи бывает и такое. Ну, в нашей стране вот реализация вот этих перетехнических изделий, оно регулируется постановлением правительства номер 1052. Вот, в нем как раз оговаривается, какие классы пожаров, какими классами, вернее, можно продавать изделия. Это первого, второго, третьего класса. Вот, как они сертируются, кому они имеют право продаваться, имеют право они продаваться, скажем так, людям до старше 16 лет, до 16 лет не продаются. Если это, как написано в постановлении правительства Российской Федерации, не оговорено заводом-производителем на самом изделии. То есть, ну, вот сразу мы говорим, вот, круг ограничений, кому могут продаваться такие изделия. Соответственно, дальше мы говорим о том, чтобы, скажем так, ну, да, это красиво может быть, да, но это должно быть использовано безопасно, да, чтобы оно, скажем так, радость не приросла, скажем так, в грусть. Соответственно, на каждом изделии в обязательном порядке наносятся требования по его эксплуатации. И даже если вы, например, этот фейерверк запускали уже не единожды, да, то, ну, наверное, стоит не полениться, еще раз почитать, потому что у каждого изделия есть свои особенности. Есть особенности, значит, по силе ветра, при которой нельзя их применять, да, есть особенности по минимальной безопасной зоне нахождения от них, есть, значит, по расстояниям, которые требуются, есть по способу укрепления его, да. Вот, поэтому мы читаем инструкцию, на ней четко написано, где это должно быть. Ну, обычно это, как правило, открытая территория, где нет ни линии электропередач, ни деревьев, ничего, в радиусе не менее чем 50 метров. Вот. Какое это изделие? Конечно, это изделие, которое в обязательном порядке имеет сертификат соответствующий, да, соответствие. Она сертифицированная продукция. Покупать, покупать его надо, имеют право у нас в Российской Федерации продавать юридические лица и, скажем так, юридуальных предпринимателей, в чьей деятельности это прописано. Соответственно, где покупать? Вот специализированные магазины для того, чтобы не, скажем так, попасться на контрафакт или подделку, да. В этих магазинах тоже есть ряд требований, которые должны быть, да, это и по условию хранения их. Там их нельзя, например, ну, принести домой и к батарее поставить, это будет неправильно, потому что хранение их допускается, там, 50 сантиметров от источника отопления. Вот. Сырые помещения тоже не надо, потому что хранить, то есть есть требования. Второе, если в магазинах продают его, к ним не должен быть доступ покупателей. Да, мы должны визуально ознакомиться с инструкцией, вот, но без воздействия на данное устройство. Ну, для того, чтобы в несчастных случаях, там, хулиганство или еще чего-то. То есть визуально наблюдаем, но доступ к нему не имеем. Поэтому мы не можем пертехнические изделия увидеть, например, на полке торгового центра, где у нас самообслуживание. Это незаконное, по сути дела, будет сразу же. Такие мы стараемся всегда пресекать. То есть если будут запускать эти пертехнические изделия во дворе, где небольшая территория, стоят машины, здесь провода, здесь дети, здесь собаки гуляют, то это запрещено. 50 метров это отчет. Ну, это прописано в самой инструкции на это изделие. Мы же должны эксплуатировать изделие в соответствии с инструкцией. Да, да, да. Сколько там метров в дистанции. Да, в ней написано вот это минимальная дистанция. Да, потому что иногда удивляешься. Кажется, что тут все рядом забито какими-то людьми, машинами и так далее, и животными. Но запускают людей. Ну, вы знаете, вот так вот визуально мы тоже, надо чуть-чуть сейчас так смотришь, вроде тут нет этого метража. Померишь, и есть. Ну, вот, значит, нужно обращать на это внимание. Что касается елок, когда жилища украшают к празднику, на что обращать внимание, на какие детали, чтобы не возник вот неожиданный пожар сам по себе, вот, как возгорание? В правилах противопожарного режима Российской Федерации прописано, что елки ставятся на расстояние не менее одного метра от потолка и от стен. Это, ну, это, наверное, больше касается, скорее всего, общообразовательных учреждений, детских садов, где эти елки наряжают. Не надо ставить елку близко к батарее. Если мы елку установили, мы ее, конечно, разукрашиваем гирляндами. Гирлянды должны у нас в обязательном порядке иметь сертификат соответствия электричества. То, что они применяются по электрике, могут в нашей стране. То есть сертификат на гирлянду. Что, на что надо обращать внимание? Ну, часто бывают такие случаи, когда, особенно в последнее время, покупают люди специальные такие устройства для установки елки, куда наливается вода. Здесь нужно следить, чтобы гирлянда, она же не предназначена для воды-то. Как раз она не для улицы, она для внутренних применений. Чтобы на нее, вот, когда мы воду-то добавляем в эту елку, чтобы не попала вода, чтобы не вызывала короткое замыкание. Не надо, конечно, применять, если мы... В последнее время бывает так, что люди разукрашивают свои здания. Поэтому, когда мы покупаем, например, гирлянды, мы четко должны понимать, что вот эта гирлянда для наружного применения, а вот эта гирлянда для внутреннего применения. И применять ее снаружи здания, ну, уже, по меньшей мере, опасно для самого собственника этого имущества. Поэтому гирлянда должна иметь соответствующее исполнение. Ну, не надо, если про елку говорить, то елка должна иметь устойчивое основание, да, вот, чтобы не опрокинутое. Вот. И, скажем так, не надо применять на ней каких-то свечей, бенгальских огней и всего остального, потому что, ну, достаточно быстро вот эта хвоя начинает гореть, вот, и трудно ее остановить. И тут очень важно иметь, конечно, первичные средства в этом случае. Я даже слышала, что нельзя украшать елку в детских учреждениях из ваты, вот, украшения из ваты, чтобы не было, это запрещено, да? А что касается средств современных тушения в жилище, может быть, что должно быть такое, вот, что можно посоветовать, чтобы быстро затушить на всякий случай? Ну, мы обычно как думаем, ну, вот у нас в квартире, надо бог, что-то там загорелось, да, мы сейчас возьмем ведро, пойдем в ванну, там, наберем ведро воды, да, и потушим ее. Это вроде так кажется, легко, но если что-то загорелось, да, на первых, на начальных секундах можно потушить стаканом воды. Через минуту там, наверное, ведра будет, может быть, мало, через три минуты там уже и пожарный автомобиль полностью заполненный водой тоже можно не хватить. Поэтому очень важно здесь именно быстрота применения этих первичных средств на начальной стадии. Сколько мы будем набирать ведро воды вот так вот в ванной? Это время, за которое пожар развивается, правильно? И когда мы придем уже с этим ведром воды, масштабы, скажем так, охвата огнем уже будут гораздо больше, чем когда мы уходили. Поэтому есть определенные средства, которые в настоящий момент, в настоящее время, в соответствии с требованиями законодательства устанавливаются во всех жилых домах. Так, например, вот в последствии с требованиями устанавливается, так называемый, пожарный кран бытовой. Что это такое? Это устройство на сети хозпитевого водопровода на отдельном кране, вот, с распрыскивателем, который в обычном состоянии мы не используем, но в случае пожара оно должно хватить наиболее удаленную комнату от этого места. То есть нам не надо ведро набирать. Мы взяли вот этот вот рукав, где уже производительность не такая, которую мы привыкли увидеть в подъездах по 2,5 литра в секунду, а обычно, и вот им уже на ранней стадии поливаем. Мы, во-первых, не так прольем соседей, зато мы не будем время терять, ждать это быстрое применение. Также можно порекомендовать иметь огнетушители. Огнетушители, в принципе, есть универсальные, скажем так, огнетушители, где все классы пожаров открыты, то есть натушить можно практически все. Вот, в том числе и электрооборудование до 1000 вольт. Единственное, есть требование, что нужно тушить там на расстоянии одного метра от оголенных частей вот этих вот электрооборудований. То есть, например, если загорелся телевизор, то можно тушить его этим огнетушителем, не выключая из розетки. Ну, единственное, есть требование, что с расстояния. Вот, это первичное средство. Ну, и второе, что можно вот для того, чтобы обезопасить, наверное, людей, находящихся в жилых домах, да, потому что мы видим, что основной процент как раз у нас печальной статистики это в жилье, вот, это оснастить свои жилые дома автономными пожарными дымовыми извещателями. Это извещатель, который сочетает в себе такое устройство и датчик пожарной сигнализации, и оповещитель о пожаре, и, скажем так, питающее устройство, либо это батарейка, либо это аккумулятор. Он анализирует пожар, его хватает вот этого зарядного устройства где-то на два года. У меня дома, например, такие стоят на батарейке Крона, через два года я просто ее меняю. По меньшей мере я их установил там, где у меня находятся постоянно включенные в розетку электроприборы, такие как холодильник, музыкальный центр, который работает как часы у меня. Вот где такие устройства, которые мы не можем выключать из розетки, которые, например, ночью он работает для того, чтобы... Ну, мало чего произойдет с холодильником там, да. Бывают и такие случаи, когда и холодильники загораются, там реле у них со временем, которое контактное, скажем так, вырабатывает свой ресурс, и у старых холодильников они, бывает, загораются. Поэтому оно, по меньшей мере, вот так вот ночью, даже если это произойдет, оно на ранней стадии пожара его обнаружит, заверещит так, что оно разбудит... Не только нас, но и соседей, да. Поэтому здесь важно именно вот это для обеспечения безопасности. Одно время я даже вот видел в Америке, у них была такая определенная программа, у них светильники в жилых домах, в магазинах, продавались уже со встроенными автономными дымовыми пожарными извещателями. То есть вот уже такая даже была у них тенденция. А какие самые частые, типичные распространенные ошибки допускают люди, когда начинают, вот видят возгорание и что-то начинают делать? Например, вот я увидела, что у меня что-то загорелось, я открою окно и начну из розеток выдергивать, ой, ну, в общем, шнуры, и пойду за водой в ванну. Вот это вот мои первые действия. Вот что здесь правильно, что нет? Ну, вообще у нас в законодательстве прописано вообще действие. Первым действием, которое нужно сделать, это позвонить по телефону 01. Ну вот, видите, уже неправильно. Вот. Либо 01, если это сотовый, то это 101. Почему? Потому что, ну, допустим, такая ситуация. Вы стали тушить, и вам не получилось. У вас и вы остались отрезанными огнем от эвакуционного выхода. И вам самой нужна помощь. А помощь вы уже еще не вызвали, к вам еще никто не едет. Да? Поэтому это не будет являться ложным там вызовом, да, потому что это понятно, что это реальный вызов. Да, вот это важно, кстати. Вот. Никаких санкций за это не предусмотрено. То есть, поэтому первым делом мы делаем, принимаем меры по вызову пожарной подразделения. Вторым действием, которое обязательно нужно делать, это принять меры к эвакуации людей. То есть, которые находятся в квартире у вас там, да, или еще где-то там. Если это вы не можете потушить, ну, значит, выходя соседей там, да. И уже третьим делом, третьим пунктом, если нужно трезво оценить, скажем так, свои силы, возможности и размеры пожара, если в вашей жизни только и здоровью ничего не угрожает, обращаю ваше внимание именно на эти вот, что именно не угрожает, то тогда уже принимать меры к тушению пожара. Если вы чувствуете, что угрожает, то тогда выполните первые два пункта и предоставьте работу профессионалам, которые, соответствующим образом, экипированы, оснащены. Да, кажется, все просто, но все-таки вот пожар – это чрезвычайная ситуация, здесь вот важно как-то собраться и по порядку вот приступать к действиям. Ну, у меня вот так вот на одном месте, так же вот спросили, а вот что посоветовать, вот если ребенку моему там, да, вот дома там произошел пожар, там, что делать? Я говорю, ну вот скажите, вот что для вас самое дорогое, да, ребенок, да? Вы уверены, что он этот пожар потушит? Нет. Нет, а если он в рамках этого тушения пожара, там, не дай бог, сам пострадает, вы же будете себя больше потом винить, да? Поэтому, когда я своего ребенка обучал, да, я как раз говорил, если что-то произошло, собралась, позвонила, пока идешь сразу, и эвакуируешься на улицу. Да, ну вот к этому нужно отнестись, взять себе на заметку такое пожелание, совет. И хотелось бы еще о подъездах поговорить, что можно, что нельзя, потому что часто курят в подъездах. Потом есть еще такие вот, на несколько квартир, как-то вот, есть дверь, и несколько квартир там расположены, они все завалены буквально старыми шкафами, какими-то ящиками, вот, выносят все ненужное, люди закрывают общую дверь, уходят, и все это остается там. Вот что правильно, что нет. Если соседи не реагируют на просьбу убрать вот это, разобрать вот этот хлам, что делать? И когда курят в подъезде, мы можем сделать замечание, сослаться на что-то, когда вот жильцы выходят из квартиры, курят в подъезде или нет? Ну, курение в неположенном месте, это нарушение общественного порядка, за этим у нас надзирают органы полиции. Но в подъезде-то они не ходят, органы полиции, не следят. Нет, ну, здесь можно как раз именно к кому обращаться, я говорю, если курят в неположенном месте, то это нарушение общественного порядка. Понятно. То есть к кому обращаться, я уже сказал. А если у вас пути, общие домовые, скажем так, проходы завалены там, да, то здесь вопрос следующий. Есть у нас во всех многоквартирных жилых домах управляющая компания, которая должна следить за этим состоянием этих путей. Если, скажем так, оно видит, что эти пути завалены, ну, во-первых, она должна, по меньшей мере, как-то отреагировать в первую очередь и проинформировать этого собственника, кто это завалил. Если этого собственник не сделал, да, в добровольном порядке, то уже возникают вопросы о применении к нему, скажем так, мер уже воздействия в виде административных, да, то можно, скажем так, и обратиться в дальнейшем уже и в органы государственного пожарного надзора, да, потому что в коридорах, которые должны быть свободны и очищены от различных горючих материалов, если у нас очень много домов повышенной этажности, то там находятся шахты для дымоудаления в этих коридорах в общих притоках воздуха, да, мы же можем установить, если шкаф какой-то поставили, мы же можем поставить его, и это будет препятствовать, например, притоку воздуха, и это будет невозможно в этом случае открыть дверь, выходящую на лестничную клетку. Поэтому вот эти пути эвакуации, конечно, должны быть свободны от горючих материалов. Обращаться в управляющую компанию, чтобы реагировали. Да, но замки, вот такой момент, когда ставят дополнительные двери, да, самое что интересное, запреты, как бы, вот если они установлены в соответствии со всеми требованиями нормативных документов и не препятствуют системам дымоудаления и притока воздуха, то есть еще только одно требование, что замки на этих дверях должны быть легко открываемы изнутри без ключа. То есть с улицы я должен воспользоваться ключом, это, скажем так, защитить меня от несанкционированного проникновения, но вот в случае пожара я изнутри должен, покидая, открыть все двери изнутри без ключа. Да, понятно. И еще вопрос. Если празднование Нового года происходит в частном доме, там, на даче, в загородном доме, то время прибытия пожарной машины, оно как-то регулируется, и там же вот и дороги могут быть нечищенными, и какая-то изоляция, нет там соседей, может, не быть, или что-то такое, или в бане где-то собираются за городом. Здесь какие меры предосторожности? Я понял. Значит, ну, время прибытия. Также в федеральном законном 123-м о техническом регламенте пожарной безопасности у нас прописано, что прибытие пожарных подразделений в городах за время, не превышающее 10 минут. Если это сельское место, то это 20 минут. Да, небольшая разница, а расстояние это намного наиболее. И нюанс такой, да, то есть вот как раз хотелось бы обратить внимание жителей. Ну, где-то числа со второго, наверное, у нас есть такая вот определенная тенденция, где начинают гореть бани. Люди, отпраздновавши Новый год, идут в баню, едут на дачи, вот. Соответственно, снег мог выпасть, да, трубы кто-то не почистил, где-то прошел дождь, труба отсырела, да. То есть здесь нужно при запуске ее, скажем так, вводя в эксплуатацию, очень аккуратно за этим делом наблюдать. И бывают случаи, когда именно часто, именно вот после второго числа, когда начинают гореть именно бани. Поэтому если бани вот выполнена правильно, то есть выполнена правильно разделка, отступка, то, ну, скажем так, в начальной стадии, после длительного неиспользования, конечно, за ней надо внимательно очень следить при ее, скажем так, начале эксплуатации. Да, очень важная, полезная. Она могла отсыреть все остальное, там, могла повезти. На эти детали, казалось бы, вот приехали, затопили, а на самом деле есть опасность. Ну что ж, спасибо за эту важную, полезную информацию. С наступающим Новым годом, и пусть он будет безопасным. Пусть он будет безопасным. С Новым годом, с наступающим. Спасибо, всего хорошего, до новых встреч.